Сегодня стали известны новые подробности ДТП в столице с участием Феррари. Хамовнический суд Москвы арестовал родственника того молодого человека, что был за рулем спорткара. Мужчина уже на другой машине едва не наехал на полицейского. Фигура же самого предполагаемого виновника аварии по-прежнему покрыта тайной. Павел Матвеев продолжит тему. В истории с безумными гонками по Крымскому мосту наконец начали появляться имена и цифры. Сегодня главным ньюсмейкером стал не сам гонщик, а тот, кого поначалу сошли его охранником. Мужчина, повздорившись с журналистами и полицией в больницы, куда отвезли горе водителя, оказался его родственником. Александр Мелирашвили, тот самый, кто отказался проследовать в отделении и попытался проехать на своем Мерседесе сквозь сотрудника полиции, за что ему предъявили обвинение в покушении на жизнь последнего. Призыв Следственного комитета он понял правильно и явился с повинной. В МВД, правда, утверждают, что сам гражданин прийти отказался, его доставили. Но это детали, сути не меняющие. Уставший Мелирашвили был исключительно мирен и вежлив, и мало походил на себя давешнего. Он рассказал, что, вопреки молве, журналистов в больнице не бил и мобильного телефона у него не отнимал. А с полицейским почему так себя вели? Наглый день, оскорбляли его? Нет, потому что он не мог мне предъявить, почему, когда должен поехать в отделение. Вы обязаны по закону подчиниться требованиям полицейского. А почему, если незаконное подчинение, почему должен подчиниться? Скажите, пожалуйста. Почему сотрудникам полиции нужно подчиняться, Мелирашвили сегодня объяснил суд, постановив, что гражданин России и Израиля, зарегистрированный в Петербурге и проживающий в Москве, ближайшие два месяца будет проживать в СИЗО. После оглашения постановления, Мелирашвили, протянув руку через решетку, постучал адвоката по полиции.